МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской призывает заниматься спортом выгодно. Налоговый вычет за спорт могут оформить любители здорового образа жизни, которые приобрели абонемент в спортзал, бассейн или оплачивают секции ребенка. Вернуть можно 13% от годовых расходов на спорт. Максимальная сумма возврата составляет 15 600 рублей до 2024 года, и 19 500 с 2024 года. Важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта. Госуслуги – удобный сервис, позволяющий быстро получить различные услуги, в том числе и заменить документы. Телеграм-канал железнодорожного района рассказывает, какие документы можно поменять через портал. Паспорт, если исполнилось 20 или 45 лет, либо изменилась внешность или фамилия. Загранпаспорт для себя и детей. А еще на госуслугах можно запросить выписку из лицевого счета в Социальном фонде России, чтобы указать сведения о трудовой деятельности. Водительское удостоверение при смене фамилии. Важно удостоверение, срок действия которых остекает до 31 декабря 2025 года, автоматически продлины на три года. На госуслугах можно обновить документы на машину, если нужно внести изменения в ПТС или СТС, например, при изменении фамилии собственника, конструкции, авто или региона. Полис обязательного медицинского страхования, если нужно изменить регион страхования или страховую компанию. Номер полиса придет в личный кабинет, бумажный не потребуется. Подрядная организация администрации Кировского района продолжает работу на незакрепленной территории. В первую очередь снег вывозят из мест, которые в весенний период могут подвергаться подтоплению. Вывоз также производится там, где отсутствует ливневая канализация. Эта работа проводится во избежание подтоплений в период активного таяния снега. С повышением температуры воздуха акцент сделан на противогололедных работах, в частности, обработке специальной смесью из песка и соли. За порядок во дворах отвечают управляющие компании, которые также посыпают пешеходные дорожки песком, пишет телеграм-канал Кировского района. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары информируют, что в настоящее время участились случаи мошенничества со стороны лиц, которые предлагают заменить гражданам имеющиеся у них банкноты на модернизированные, а также совершают кражи, проникнув в квартиры пенсионеров под этим предлогом. Будьте бдительны и расскажите об этом родственникам старшего поколения. Старые банкноты не нужно обменивать на новые. Они остаются в обращении и выходят из оборота по мере износа.